Коллектив Александра Нанау стал победителем премии «Люкс», которую присуждают Европейский парламент и Европейская киноакадемия. Этот румынский документальный фильм выдвинут к тому же на «Оскар». В нём снята группа следователей, раскрывшая с помощью одной из газет Бухареста многослойную коррупцию и мошенничество в системе здравоохранения, которые привели к гибели десятков невинных людей. Режиссёр Александр Нанау сказал в интервью «Евроньюз», что культура, особенно в Восточной Европе, отчаянно нуждается в деньгах Евросоюза. «Ситуация от страны к стране различается, но в таких странах, как Румыния, по-моему, должно быть больше европейского контроля над тем, как финансируется и поддерживается культура. В Румынии политика не заботится о культуре. За всё время пандемии не было никакого национального механизма, который помогал бы культуре, киноиндустрии и румынским зрителям. Их никто ни разу не финансировал с 2019 года». Коллектив был снят до вспышки коронавируса. Это одна из трёх номинированных на люкс картин, получивших деньги от Еврокомиссии. С 1991 по 2021 год 2 миллиарда 600 миллионов евро было потрачено на производство аудиовизуальной продукции в рамках программы «Креативная Европа». На следующие шесть лет Брюссель доводит свою долю до миллиарда 400 миллионов. Но сейчас, когда в кинотеатры ходят меньше людей, чем когда-либо в новейшей истории, будущее европейской киноиндустрии не выглядит радужным. Пандемия изменила привычки зрителей. Они стали больше подписываться на потоковые сервисы и смотреть дома. Продюсер фильма «Другой раунд» датчанин Каспер Диссинг считает, что и богатые страны должны субсидировать культуру. «Нам нужна такая киноиндустрия, в которой были бы очень сильные опытные режиссёры и которая растила бы молодые восходящие таланты. Это очень трудно и может быть сделано только за счёт государственных средств, потому что кино – это очень плохой и убыточный бизнес для большинства вовлечённых в него людей. Но это хороший бизнес для общества и культуры, так что это хороший бизнес для Европы в целом. Но нам нужны государственные фонды, чтобы и дальше развивать таланты». Премия «Люкс Прайс» была учреждена в 2007 году с целью поддерживать производство и распространение европейских фильмов, способствовать решению текущих политических и социальных проблем, а также приумножать культурные наследия Европы. Лауреатов выбирают кинопрофессионалы. Все три номинированные ленты, включая «Тело Христова» польского режиссёра Яна Камасы, имеют субтитры на 24 официальных языках ЕС. А коллектив будет также адаптирован для людей с нарушениями зрения и слуха.